здравствуйте мои дорогие вы находитесь на канале мэтт доктор а мы с вами находимся в центральном яхт-клубе города ленинграда сегодня я хочу вам рассказать про лодку kingfisher 650 как всегда в своей рубрике по делу мы придем в гости на борт капитану артему вы вероятнее всего видели уже ролик про эту лодку у него на канале ссылку я оставлю под видео он кстати тоже блогер и этот видос набрал достаточно большое количество просмотров но это было давно сейчас я хочу узнать впечатление капитана об этой лодке пойдемте здравствуйте артем здравствуйте как всегда я постараюсь задать несколько вопросов и первый мой вопрос почему была куплена именно эта лодка ну это совокупность факторов да нужно была лодка для путешествий вдвоем акцент вдвоем делаю я и мой товарищ иногда выход из семьи ночевка подозревалась двоих максимум троих человек опционально с выходом в длительные автономные путешествия то есть дикие места нет клубы максимальным комфортом ну вот как-то так ну и бюджет есть прямо задача была именно купить именно алюминиевую лодку то есть пластик вообще не рассматривался абсолютно фиолетовая не являюсь адептом не той не той религии вот поэтому выбирал из того что видел я сходил самарской самарские лодки у нас вельвет посмотрел у меня прям сильно не понравился запах каюте большой ну и в принципе не моя эта тема сходил посмотрел гризли сходил посмотрел silver 650 кабин ну и наверное все остальное по картинкам смотрел но и вот войдя в kingfisher чем недостроенный такой в алюминий ржавый я понял что тут что-то можно сделать так чтобы мне было удобно ну да пашкин фишеров прямо таких вот живых чтобы куда-то прийти посмотреть довольно таки сложно и в принципе вот эта лодка наверно но одна из первых которая появилась на ю тубе если вообще не первая как мне кажется ну были лодки которые там в движении показывались там по волне и так далее а так чтоб обзор прям вот внутрянки лодки и чтоб кто-то что-то говорил там за кадром или в кадре не было так доделал и показывал до таких лодок очень мало следующий момент это про оборудование потому что лодка выглядит весьма упакованный что здесь поставлено что установлено за годы потому что я знаю что не все сразу было установлено ну сразу было установлено гальюн сразу была установлена вебаста сразу был установлен автопилот с карт-клоттером холодильник сразу был ну и камбузный блок до существовал сразу постепенно лодка обзавелась всякими няшками фишками там от инвертора на 600 ватт до бойлера горячей водой радары ну и так далее помаленьку обрастали вот симра тут второй появился кстати как по поводу семидюймовых экранов не для желания махнуть всех чертовой матери на одну-две на хуй ну вот формате двух экранов вполне все комфортно то есть допустим если мне сказали 1 девятка или две семерки конечно 2 7 по деньгам кстати близко получается по деньгам близко ну и для сравнения симратора и marine все-таки raymarine конечно как-то посерьезнее прибор он работает побыстрее нет вот багов косяков залипания вот этой вот истории вот ну монолит в отличие от какой-то более пластмассовый что но в принципе весь функционал который там есть он работает он работает даже удалось подключить мотор ему какие-то данные с мотора получаем кстати по поводу мотора 150 лошадиных сил здесь установлена ямаха правда ли что это мотор начального уровня для этой лодки или его хватает ну вот я так скажу есть люди которые покупают эту лодку в базе цель лодки жестко утилитарная то есть когда нет никаких не гальюнов не холодильников ничего то есть это какие-то там однодневные там максимум двухдневные выходы на рыбалку там либо в морях в северных где-то будут наш там мурманск район архангельск либо какие-то я так понимаю лодки которые для служб всяких они обходятся 140 кайсу звукой двухлитровый и в принципе показатели получаются ну относительно неплохие но в формате лодки для нашей тематики до лодки для путешествий я думаю что 150 мы начинаем разговаривать 175 это такая вот золотая середина 200 это вот прям леденец леденец да если бы не налоги на самом деле то 200 это был бы даже более экономичный вариант потому что при меньших оборотах мы достигаем кресерскую скорость соответственно расход получается даже поэкономичнее вот как-то так любимый кресер на этой лодке 40 кадров в час 4000 оборотов это вот стабильный показатель которую там практически не зависит от загрузки ну плюс-минус там пару километров гулять максималка максималка 60 достигалось когда не было бака с водой на 67 литров заполненного бойлера на 15 литров вот радара и вот это все ну то есть там килограмм наверно 100 приросло к лодке в общей сложности всяких железе когда бак при этом топливный сколько в базе идет 240 литров бак я его не увеличивал не уменьшал у меня устраивает в принципе тут объем который есть потому что фишка в том что если бы бак был больше то чтобы его заправлять все равно нужно ввозить канистры ну вот в наших условиях диких мест вот и что 240 литров заправлять канистры возить что 300 литров канистры возить тут роли не игра переходы у нас получаются такие ну вот я планирую переход среднем там 250 300 км максимум исходя из этого вполне себе можно планировать время заправок ну то есть у нас я обитаю вологодской области до в городе кириллове и вот в той акватории в пределах там 100 километров всегда можно найти заправку которую ну там не в шаговой доступности но там в пяти минутах езды от вместо швартовки ну да к сожалению нас походники вынуждены пользоваться а.з.с. они п.з.с. ну вот и дерево я первый год стою в питере до приехал на осень и хочу сказать здесь конечно проще здесь вышел из яхтуба жизнь доходишь в кроссовках тут из диких мест пришел водички залил там электричество подключился у нас не так у нас по другому про тент многие спрашивали была серьезно серьезная история про выбор тента и выбор его производителя в эту весну и вот наконец на этой лодке появился тент такой большой полноценный серьезный тент который получается делает второе пространство здесь то есть он накрывает вот этот вот огромный кокпит наверно самый большой до в классе таких лодок я думаю да среди одноклассников ну некорректно сравнивать 660 паркером было бы но если сравнивать алюминиевые лодки и комбинированные лодки туда тент выполнен по собственным до разработкам я так понимаю что идея в принципе относительно специфическая то есть для людей которые любят рыбалку наверно он будет не настолько удобен как точнее он доставит больше неудобств чем комфорта для меня основная цель это передвижение ночевка обитаемость лодки и второстепенно рыбалка и для вот троих мужиков которые находятся на лодке там в тени 10 дней вот этого пространства маловато конечно то есть хотелось бы иметь вот еще здесь может постоять там размяться перекурить поставить да там стульчик посидеть за столиком и тогда но в принципе учитывая то что я там 80 процентов времени увлекаются таким лохотроллингом я называю это такое то есть без большой планерной системы как правило там 3-4 палки без фанатизма рыбалка это так вот просто досуг то есть для меня рыбалка не какого-то там супер азарта такого семью не кормишь я туда вот поэтому для меня рыбалка это вот у поймалась ну круто нет нет в этом формате тент не мешает но в солнечный день комфортно здесь отстегаются полностью стенки очень хорошо вечерами то есть ты все закрыл открыл сетки москитные здесь вот строк сторон есть если есть легкий ветерок этого достаточно комары уже суда не залетают если там совсем какой-то и июньский конец июня когда самые копать комарины на период ну вонючку можно спиральку поджечь и в принципе жить может здесь делал клапан вот на в носовой часть передней части тента то есть если ты идешь допустим пожаре летом ты можешь открыть себя набегающим потоком подувает коктей ну как мне нравится ну и опять же я делал для себя ну может быть кто-то кто-то подчибрит идейку мне мне так удобно вот обитание обитаемость еще момент кто внимательно смотрела твой ролик про эту лодку ты там сказал что в планах есть увеличение кокпита путем выноса основного двигателя на дополнительные транец и вроде как такие переговоры велись даже с самим производителем до производитель согласился что сделать это в принципе за гуманные деньги относительно я себя остановил почему потому что это сильно улучшит обитаемость этой лодки но в целом денежные затраты на замену мотора на удлинение транса и так далее они ну близки в той сумме которую если взять следующий корпус по размеру спокойненько его достроить а вот желание взять следующий корпус какой 700 какой будут очень сильно зависит бюджет прям очень сильно я бы хотел если ну если мы говорим о каком-то таком варианте относительно скромным то есть я бы хотел наверное 700 новый 750 который делает вот он уже со смещенной дверью руку со смещенным проходом то есть он не симметричный внутри у него уже в базе идет выносной транец большой прямоугольный кокпит вот так я бы его взял просто голым корпусом даже нести и сделал бы все под себя спокойненько неторопливо чувством столка с расстановкой ну благо опыт с этой лодкой уже катастрофичный просто делай все это лодка она была достаточно много в они уже сделаны завода то есть там допустим обшивки были сделаны но мы совместно как-то скайфбот трудились с павлом я какие-то пожелания высказывал что-то угнул что-то варил там что-то делал я сам что-то делали они ну так перемешку работа но нынче редкость когда производитель идет хоть на какие-то уступки на какие пожелания ну павел идет павел идет отмечаем респектом да но идет он не на все то есть вмешательство силовой набор как правило нет сразу нет какие-то пожелания касаемые именно внутренней планировки вот то есть какие ерундуки где какого размера какой высоты это все согласовывается решается я знаю что полоса загрузку очень большая не успеваю возможно сейчас это сложнее но вот в тот момент когда я заказывал лодку это был 14 год как заказами было несет сладко и упало время было участвовать во всех моих хотел но на как приличный получается уже у лодки на к 14 года 14 год новый год я под новый год я заплатил денежки и в пятнадцатом году я спустился на воду в мане с 15 по 15 16 17 18 и 19 но сезон у меня короткий так вот находится вологодской области я живу в питере еду я туда летом как правило там строгий нерестовый запрет и даже под мотором ходить нельзя то есть гимса выписывают штрафы спорю с ней бесполезно они говорят пожалуйста идите в суд у нас указ губернатора нахождение под мотором нерестовый период поэтому спускаются 15 июня лучшем случае и как правило 1 сентября детям школу поэтому заканчиваю сезон и где-то там в 15 августа то есть полноценно два месяца так я провел три года вот этот сезон самый подходибельный это четвертый год ну и в общем там уже 7 почти 80 километров пробегу и 600 год часов но мы все следим за твоими видео на канале подписывайтесь кстати по поводу рыбалки вот смотрите лодка оборудована планерными мачтами и катушками так что готова к рыбалке ну да балуемся иногда балуются но это как правило нерская история но сейчас троллинг на они вроде как запрещен то есть когда это делалось еще можно было на самом деле она слишком много геморрой чтобы не запутываете да там по 10 палок какая-то рыбалка превращается в такое вообще в без азарта и неинтересное такое мероприятие сейчас две палки килом каждый там 15 минут меняешь наживки там глубины отпуске есть какой-то такой вот танец алгоритм до алгоритм действий которые вот он занимает нас вот так получаешь так еще из нововведений я знаю что здесь по левому борту спальник несколько изменена путем увеличения пространства не планировалось нам чтобы она не занималась обычного действия смещается ну вот она и является так скажем вот настолько приблизительно то есть это там 20 с чем-то сантиметров 22 то есть вот эти трубки которые кладется получается фактически три нормальных спальных места до 3 взрослых мужика еще хотел свое вот любопытство полюбопытствовать это в отношении вот этого камбузного блока потому что знаю что была ошибка в покупке дорогущей канавской спиртовой ядрите налево плиты до боль боль важно моторника я повелся на скидке ford винт регата и все тыс за 25 наверное я купил эту плиту но это ужас кое-что и качество исполнения там поподелов порезаться можно элементарно это гнут это гнутая нержавейка миллиметровая не с необработанными краями но это мучение было просто и боль спирта не напастешься на нее гнать кпд просто ниже плинтуса то есть вот такая вот история но это ужас просто был как она у меня лежит как напоминание моей бестолковости что изучить вопрос сначала брать спиртовой ли не брать кому надо обращать в мастерской до лежит на не так периодически смотрю вспоминаю боль ту которая столкнулся и при этом она еще там частично развалилась потому что за контактную сварка была вот это вот или видео отвалился касты кастрюля держатель что-то подставка это еще но это короче треша не плита а ну и спирт который туда залил если ты весь не израсходовал он кончался наверное я не знаю там за 15 минут просто выдыхался потом я долго ездил с обычной плиткой такой газовый который на баллона баллоне да там минус то что ну вот здесь и так высоко камбус у меня получается то есть он не пояс и если ставишь плиту но это минимум еще там 70 миллиметров 80 еще кастрюлю на и сверху ну высоковато было здесь это опустил здесь две комфорки надоели вот эти баллончики маленькие конечно же вот ущерб мойки конечно это вся история произошла потому . у меня было побольше так поглубь но тем будут короче в принципе то что сейчас я получил она решает все проблемы при этом вот удачная история с рабочей поверхности убрал покрыл здесь потому что учета резать рабочий камбус но я ну учитывая то что мы достаточно много находимся в путешествии рыбалка это так убить время то готовка это тоже так убить время я люблю готовить не получают удовольствие я прям заморачиваюсь то есть у меня так клинит по взрослому вот можно оценить набор моих ножей для самура рулит обработал разность а тут вот и даже фискар затесался то есть это вот набор ножей которыми я пользуюсь постоянно каждому своем сейчас любая хозяйка позавидует всеми бриться можно серьезно я люблю это дело но и мне это важно пора вводить рубрику готовим на лодке если просто слегка закушусь слышали вообще без вопросов по поводу перегородки которая в спальник ведет которая под рулем она здесь не поставлена я ее не делал целенаправленно вот еще раз я повторяю я не жалею о том что я не сделал у меня то есть не возникало до мысли такой что я хочу ее сделать нет у меня очень удачная история то есть если показал мне более просто греется у меня очень удачным образом сюда вот эти вот подушечки если положить 2 то они получаются продолжение спальни воровой да и спальник такой получается о гу-гу учитывая то что ну я метр восемь девять ростом то есть я высокий пареек длина спальника метр девяносто но там сужение идет к носу а ну как то вот прям комфортнее вот эти вот там 40 сантиметров по длине непонятное дело я там при желании иногда там вальтом ложимся то есть в зависимости от места покупан носом в берег мусс или там горизонте ты стоишь вот это не жалею вот эта история в этом году возникали вопросы мы несколько раз попадали в такую очень хорошую волну и шли долго то есть там 45 часов перехода там полтора метра когда там либо ты будешь идти 8 часов либо ты будешь идти 4 но не очень комфортно и товарищ мой ботман илюша он очень сильно жаловаться потому что при ударах а воду кто спиной нагрузка вся приходится суда и он сидел вот на этом месте но с другой стороны ему как бы вот и перегородочка вроде нужно я люблю когда подушка не падает то есть я даду переть куда-то паду вот это спорное решение мне на самом деле лично но фиолетовая там не сплю я тут не идут не сижу но на этом месте получается либо спиной либо боком но в процессе движения люди как правило я вот так вот когда сидим едим как правило один здесь сидит либо там а я предпочитаю не вот так вот удобно в своем комфортном у меня у них закрывается я поставил тарелочку я сидим и лодка небольшая лодка не широкая там и 200 килограммового человека на одном борту они все равно дают крен я кроме рыбов не знаю таких лодов которых таких историй не поэтому как-то так удобно это кто как хочет вопрос про докатку на лодке висит сузуки пятерка хватает ли и чтобы убежать судового хода и и хватит чтобы длительно пилить приблизительно около нормальную погоду такска ее хватит хорошую волну я боюсь что она конечно не справится скорость при пятерке пятерки при этом волне в 20 сантиметров на полную дыру до 10 км в час а при этом основной мотор опущен в воду ты ставишь на автопилоте курсы автопилот держит и даже рулит но он рулит за счет основного мотора она мне жестко зафиксировано от поворота ну я на самом деле не хожу я провел тесты посмотрю вот здесь нет то есть не используется в качестве троллинга нет знаю что это не сильно полезно для мотора ну вот как-то использую принято так а минусах если такие на этой лодке ну как на любой лодке минусы конечно есть и хватает минусы ну с моей точки зрения самый главный основной минус это история симметричной планировкой вот она такая вот важно насущная и я так знаю что сейчас таберкинг фишер перерабатывает все свои лодки на несимметричную планировку то есть столько места в глубину для камбуза конечно же не нужно вот и можно было бы расширить обеденную зону за счет вот как-то так то есть поработать над асимметричной планировкой сместить вход но чтобы не пользоваться да вот этими трубами для увеличения можно и расширить получается и даже вот проход поэтому это вот первая история вторая история очень сильная сторона версии это корпуса корпуса правда ходибельная и полной с малыми моторами большими но вот недостаток отделки конечно наверх и но они под это не заточены скажем честно да то есть срок более это утилитарные лодки изначально но формате когда хочется чтоб все было красивенько там аккуратненько и так далее такого конечно нету но этому возник к этому надо относиться до как уазик литарная большая вот тот комфорт который здесь сделан 8 процентов наверное это мать моих рук дел на личная заслуга много вот я говорю опять же kingfisher любят не за и я вот опять же я не могу сказать что я адепт кингфишеров четко я понимаю что много лодки за гуманные деньги то есть вот пойди по рынку по ищи подешевле да за эти деньги ну наверное нет даже волжанка по факту но все равно она приблизительно в одно и то же при этом у волжанке есть свои плюсы неоспоримое относительно кингфишер не нравятся стекла в резинку причем резинки страдают есть места где они потрескнут за четыре года вот но при этом вверх в любой момент говорит парни прибегайте все поменяется и сделаем то есть обратная связь работает прямо на ура что срана в российских реалиях все вопросы решаются там нет не всегда быстро но решают хотят быть стекла клееные или там в алюминиевой раме вот стекла они конечно очень дорого был такой вариант но там порядок цен что-то около там под 150 тысяч стоили на тот момент сейчас я думаю что это дороже и это еще и там не импортные стекла русские стопы все такой-то дешевый дешевый дорогой американский стекла чего-то по 300 выходили под заказ ну как бы такое тоже 300 ты за окошки отдать меня честно жаба слышим воистину вариант клеенных стекол был бы интересен у нас есть в питере со небольшой это александр себе тонну эти лодки покупают виде кита уже вторую ну то есть набор напеленных деталей варит сам из производства раз он делал мне каркас там есть у меня желание снять его лодку свареную и он сейчас заказал договорился про клееные стопы только будет клеен мне кажется это сильно придаст современности лодки какой-то такой стиля что ли но посмотрим варят парни от бога правда хорошо варят есть какие-то там дефекты может быть там по внутрянке но вот корпусу ну прям даже слова-то приличный слог за не докопаешься корпусы не докопаешься в общем и целом ну вот это наверно кромает отделка и хромает планировка вот на чем надо поработать верфи пользуясь случаем вот залез в кормовые рундуки конечно у нас не обзор лодки но иногда хочется поглядеть чего-то два мешка угля два аккумулятора лодка на угле ходит вон она лепифошечка стоит кстати как и лепифошка именно на так скажем туристической лодки от замечательно замечательно единственное не надо забывать переключать ключ массы на стартовый аккумулятор когда заводишься просто выгорает платка у не платка стоит недорого полторы тысячи рублей но он не хочет каждый раз полторы это такое неприятность кстати сейчас появились аккумуляторы которые у них отдельные клеммы на старт идут не справляются следующие поколения не по ценам они уже как-то более-менее адекватно я думаю что про липофе мы как нибудь сделаем вообще отдельный такой ролик соберемся и поговорим на эту тему для нас для она решает у меня семидесятка она решает двое суток у меня будет холодильник или просто без подзарядки там просто завал и конец и зарядки зато сюда можно я так понимаю мотор положить засуну до доказка влезает ну вот это прикольно ну вот за минус еще можно поднести отсутствие крышек вода туда в принципе не затекают выглядеть хоть и мощи не статичные когда я пытался ну какой-то стандартный фирмы аску латика размер нестандарт я не пою помощь это 650 что ли какая-то вот такая вот ширина и высота типа на 100 отверстия нету 600 600 все ограничения то есть ручки вот 600 это популярно я нашел какой-то чуть ли не голландского производителя какого-то там один лючок сюда по 25000 пластмасса я решил что это как-то наверное не стоит пока да но в теории как бы я думаю что можно павла попросить либо не резать эти дырки либо нарезать их такими как в размер ручков до размер ручков либо сделать крышки там алюминиевые на них не проблем подписывайтесь на канал мэтт доктор тут много всего в одномоторного